Гефтару продолжает политические диалоги. Политика, как то, что врывается в нашу реальность, а часто и взрывает ее. Как бы последние слова в наши дни не звучали тревожно, но так всегда и есть. Мы продолжаем тему консервативной революции. Наш собеседник, профессор Иллинойского университета, Ричард Темпест. Добрый день, Ричард. Рады опять вас видеть на Гефтару. И первый вопрос к вам. Мы знаем словосочетание «консервативная революция» для обозначения межвоенных движений в Европе. То есть радикальный консерватизм, пытающийся перестроить все общество. Но не на левых, а на правых основаниях. И в чем-то близкий ультраправым движением, в чем-то далекий, но давший импульс и консерватизму наших дней. Ясно, что неоконсерваторы времен Джорджа Буша или нынешние консерваторы времен Трампа, поддерживающие его в субурбиях, в пригородах, они косвенно вдохновляются идеей радикального консервативного поворота. Что консерватизм должен изменить резко общество, которое давно уже идет как бы не по тому пути. Как для вас связан консерватизм или радикальный консерватизм как идеология и консерватизм как вот такое массовое настроение или настроение простых людей? Потому что часто с либеральной точки зрения консерватизм описывается как предрассудок, как какое-то такое поверье или инерция простых людей. Но ясно, что часто его корни лежат к душе. Я начну с того, Саша, что скажу следующее. Мы живем в 21 веке и то лексическое поле, в котором мы обретаемся, оно в нашу эпоху сильно мутировало. Потому что слово сочетание «консервативная революция» строго говоря, если мы будем исходить из истории западной политической мысли, представляется оксимароном. Сновоположником консерватизма как идеологического течения был Эдмур Берг. И он как раз тратовал именно за отказ в контексте, конечно, французской революции от радикальных преобразований и более того, от любых реформ, любых изменений в политической структуре общества, которые давали приоритет разуму. То есть это реакция против установок эпохи просвещения. И в каком-то смысле можно сказать, что та, в пользу Саша, консервативная революция, которую мы наблюдаем сейчас, тоже является реакцией очень отрицательной. Против прецептов эпохи просвещения. Нам нужно, наверное, определиться именно с терминами, потому что для меня то, что и вы, и мои коллеги называют консерватизмом, консервативной революцией, является на самом деле праворадикальным феноменом. Так что вот это мое такое предварительное рассуждение. Не знаю, что вы о нем скажете. Но скажите, пожалуйста, вы считаете, что это общемировой феномен или все-таки есть какие-то вариации, которые опережают другие? Ну, может быть, в России, Америке или еще где-то, скажем, альтернатива для Германии, это тот же феномен или какой-то другой? Я думаю, что это тоже феномен, да. И я вам дам несколько примеров, связанных именно не с Первым миром и даже не с Вторым, а с другими регионами, геополитическими регионами мира. Это, если вы помните, например, референдум в Колумбии, первый референдум, когда тамошнее правительство заключило соглашение с партизанской группировкой «ФАРК», которое должно было с собой завершить 50-летнюю войну. Ну, там очень много сложностей и факторов, о которых сейчас я говорить не буду. Я жил в Колумбии в известное время и довольно хорошо знаком с ее реалиями, не только, значит, из известного романа Маркеса. И результаты этого референдума пошли против правительства, хотя и президент Обама, и Папа Римский, и целый ряд других светочей мирового общественного просвещенного, если хотите, может быть, именно в смысле эпохи просвещения мнения, высказывались за положительный вердикт со стороны колумбийцев. Но вот они проголосовали против, и потом пришлось это соглашение, может быть, несколько номинально, но тем не менее, переформулировать. И опять же, вынесена национальная превисцет, и тогда она уже была одобрена. Опять же, президент Дуэрте в Филиппинах, этот популизм, такой экстравагантный, эксцентричный, упор на насилие, на борьбу с преступностью, преступными методами, это тоже показательность, тоже, по-моему, часть вот этой новой модели. Так что, эти два примера. Ну, далее, если взять Россию, то популизм, который теперь стал знаковым признаком политических руководителей в России, и многих политических руководителей, опять же, это часть вот этого спектра, мне кажется, праворадикальной риторики. Потому что, можно сказать так, что если консерватизм, как политологическое и идеологическое течение в Западном мире, всегда стояло за, всегда было скептически настроено, не только в общем смысле, к постулатам эпохи просвещения, и, в первую очередь, к идее трансформации общества, достижения политического и юридического равенства посредством реформ, но теперь мы увидим, как вот это течение, оно, если хотите, или мутировало, или трансформировалось, или эволюционировало, в зависимости от нашего к нему отношения, вот в сторону такого популизма и радикального, именно, если хотите, даже революционного, в основном случае на словах, если не обязательно на деле, революционного желания преобразовать общество, то есть его реформировать, ну, конечно, в сторону отличную от той, которую поддерживают эти два другие течения, определяющие современный мир, то есть социализм и либерализм. И вот у нас идет, если хотите, уже два столетия почти, идет борьба с ревнованием этих трех ориентаций. Консерватизм, либерализм и социализм, каждый из которых по-своему теперь становится популистским, и в каждом из которых, опять же, по-своему возникают радикальные тенденции. Ну, а как бы мы определили... Да, Саша, ты хотел, давай. Получается, что популизмом становится все, популизмом может стать любая идея, а что не может стать популизмом, что не становится популизмом? Ну, очевидно, популизмом не становится технократическая элитарность, элитизм, то есть совершенно явный приоритет, который, скажем, для неких партий или политики даются просвещенной элите. Вот это, по определению, стать популизмом не может, потому что оно отвергает саму идею народной воли, эту русоистскую идею некого общественного договора и волеизъявления народа. Если хотите, это все, опять же, можно связать с Артагой Гассетом и его определением массового человека и человека элитарного. То есть вот эта концепция, она, по-моему, не может быть популистски переформулирована. Ну, мы же уже ушли от времен Льюиса, Артаги Гассета и, скажем, Эллиота, да? И у нас совершенно другие представления о контрпросвещении, но хотелось бы понять, внутри вот этого нового консерватизма есть какие-то фигуры, которые для этих новых консерваторов свидетельствуют о том, что американские, например, консерваторы называли virtuous people, да? Ну, то есть о каких-то людях чести, людях доблести, людях, может быть, рыцарского достоинства, как это говорили они, когда? Да, ну вот, вкратце я здесь скажу, что такого рода фигуры, такого рода, если хотите, когорта достойных людей определяется многими ныне радикально консервативными политиками через... То есть они смотрят на военных. На военных? Да, 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 конечно. Посмотрите, например, на высказывания президента Трампа. Он человек, очень... Он человек такого инстинкта, ну, политические инстинкты у него великолепно развитые. Он чувствует, хотя не всегда может сформулироваться, но очень хорошо чувствует вот эти глубинные тенденции в той части общества, праворадикальные, отчаявшиеся, в той части общества, которые возирают на либерализм и на социализм с подозрением, даже с ненавистью. Вот он очень четко чувствует то, что они считают идеалом. И когда он говорит о военных, о том, как он хотел бы и действительно окружает себя представителями военных, вот этой касты, это очень показательно. То есть это демократические нормы, демократические именно в смысле кода воина, которые праворадикальные, если хотите, радикальные консервативные политики и течения сейчас превозносят. Это идея такой касты самураев, которая осталась независимой, осталась отделенной институционно и культурологически от остальной части общества, которая с точки зрения вот этих движений теперь оказалась в состоянии упадка и декаданса. В таком случае, от чего они отталкиваются во своем осмыслении некой подлинной действительности, представления, которые всегда содержатся в разных изводах консервативной мысли? Ну, они отталкиваются, во-первых, да, отталкиваются от, если хотите, экзистенциального опыта тех людей, о которых Саша сказал, люди, которые живут в субурбии, в пригородах, опять же, пролетариев в заводах, которые закрываются из-за автоматизации, ну и отчасти из-за глобализации, то есть это люди, которые, это такая риторика, если хотите, отчаяния, риторика или сентимента, и они дают приоритет, они приоритизируют, они как бы выказывают уважение к тому семейному, личному, чувственному опыту, которые люди, эмпирически, безусловно, проигрывающие теперь в экономической и политической ситуации 21 века, я имею в виду, сейчас мы говорим о Западе, о странах Первого мира, о таких странах, как США, как Германия, вот эти люди, и этот их опыт, личный опыт, чувственный опыт, семейный опыт, опыт работы или потери работы, он теперь является очень сильным эмоциональным двигателем для тех политических движений, которые мы называем консервативно-ополитационными или правоорудикальными. А как вы видите все-таки какие-то новации, которые вносятся людьми вроде Трампа или Путина, то есть лидерами, в то, что мы могли бы назвать консервативным движением, не только консервативной мыслью или тем или другой политической традицией, но именно представлять, как вы могли бы представить те новации, которые исходят непосредственно от лидеров? Да, кроме того, учитывая то, что действительно Трамп, он вроде не сближается ни с Мэттисом, наоборот, говорят о постоянных их расхождениях, ни с тем более с Маккейном, то есть теми, кто позиционируется как милитаристом, равно как и Путин предпочел Шойгу, то есть человека не из армии, во главе армии, чем милитаристов старого типа. Да, это все так, но верно заметили Саши и Ирина тоже. Я бы сказал, что можно, конечно, у меня все время такое искушение пойти назад по некой такой хронологии, по таймлайну истории политического консерватизма, например, Калла Шмидта и его теорию диктатора, но, может быть, это не совсем тот контекст, который нам сейчас нужен. Мне кажется так, что Путин и Трамп, если говорить конкретно об этих двух политических деятелях, Путин и Трамп, что они, во-первых, харизматики, то есть это люди, которые смели установиться сильную, насыщенную и риторикой, и визуальными образами, и эмоциональной сопричастностью контакт с определенной аудиторией, и их поведение, их ораторские способности, потому что я должен вам сказать, что, на мой взгляд, Путин является очень эффективным риториком о Трампе, мы все знаем, их очень сильно отличает от тех, технократов власти, менеджеров политических структур, которые все-таки продолжают управлять странами Запада, безусловно, да и странами, находящими из Востока, от Запада, в настоящее время, потому что, посмотрите, Меркел, Дэвид Каммерэм, а после него Тереса Мэй, Саркози во Франции, Проди, Ахой в Испании, это все люди одного порядка, это компетентные аппаратчики, это технократы власти, которые достаточно, можно даже сказать, бездумно, во всяком случае, не задавая себя определенных вопросов, представляли собой вот этот консенсус мировых элит, который выработался после 1991 года. Да, вы можете сказать, что, а как же, например, Обама или Макрон, фигуры тоже харизматические, и в каком-то смысле, которые, тем не менее, тоже абсолютно... Но они милитаристские. Они, ну, тут трудно сказать, потому что, когда Макрон сравнивает себя с Юпитером, и совершенно сознательно и открыто моделирует свое поведение на посту президента по лекалам Деголевским, то здесь этот элемент, по-моему, присутствует, элемент такого воина, и даже самое теперь, недавнее вторжение воздушное в Сирию, в котором он принимал участие, тоже об этом говорит. Но, тем не менее, и с Макроном еще не все совсем понятно, потому что он только начинает, и мы можем говорить скорее о риторике и о самопрезентации. Но если взять Обаму, то он был политиком, на самом деле, чрезвычайно консексуальным, и хотя он был вдохновенным оратором и прекрасным харизматиком, в таком порядке явлении харизматический профессор, еще более рядкое явление профессора в Белом доме. Единственный обладатель доктората в истории институции, историю американского президентства был Удер Вилсон. Но, тем не менее, он был политиком, опять же, вот этой формации, центристко-либеральной, глобалистской идеи. Вот, а Трамп и Путин, причем Трамп совершенно инстинктивно, именно чуя нутром эти тектонические сдвиги в обществе, а Путин, мне кажется, более полномерно и расчетливо, они сейчас стали представителями, причем представителями харизматическими, вот этого популистского движения. Хотя, опять же, с Путиным там довольно сложно, потому что он прагматик, он не идеалист, потому что в нем нет никакого такого денисийского элемента, в отличие от Трампа. И у него все, мне кажется, самое главное его решение, они связаны с расчетами, с определенными калькуляциями, политическими калькуляциями. Ну вот они теперь совпадают с этим, во многом точке сопоставления, с этим праворадикальным сдвигом в масштабе не только Запада и России, но и всего мира, может быть. Как бы мы описали, Ричард, все-таки общую карту современной политики, делая предположение, что разные идеологии ведут к одному и тому же повороту. Каким образом все-таки разные политические традиции сходятся в этой точке, и почему эта коллизия возникает? Эти традиции поддаются влиянию друг к другу. Что называется, Трамп попадает на крючок Путин и на оборот. Да, да, ну, может быть, да. Я скажу так, что, повторю свою мысль, что на самом деле политических традиций есть только три, о которых можно говорить в начале 21 века. Это, опять же, либерализм, социализм и консерватизм. Неолиберализм, 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 и мы видим, но социализм-то сейчас где? Нет, ну, почему? Социализм, он, безусловно, существует здесь. Чем далее на восток, спросите, на юг и на восток евразийского континента вы будете путешествовать, тем больше вы будете его видеть. И я имею в виду под социализмом некую идею перераспределения благ и богатства в обществе, и это присутствует, всегда будет присутствовать, причем, может быть, да, может быть, на периферии политического дискурса нынешнего и на периферии геополитического мира, в котором мы с вами представимся, но тем не менее, он здесь, ты возьмите, например, Перни Сандерса в Америке, которого именно молодежь, возьмите Джереми Корбина, и социалистов-троцкистов во Франции, которые стабильно получают 10-15 процентов голосов, это все-таки достаточно большой контингент. Но я имею в виду вот что, что вот эти три ориентации, эти три традиции политики и политической мысли, они все пережили кризис и такую радикальную трансформацию, причем по-разному, потому что либерализм, на мой взгляд, сейчас сильно запал, потому что он не смог совладать с этими новыми экономическими и глобализирующимися контекстами, а вот социализм и праворадикальные консервативные течения, они достаточно, если хотите, творчески подходят к вызовам нашего времени и даже интересным образом смыкаются, мы это видим все время, эту смычку левого и правого в самых разных контекстах и на основе в первую очередь популизма и во-вторых поиска харизматической личности. То есть фактически запросом масс является новый тип лидера? Да, новый тип лидера, да, и новый тип справедливости, потому что вот эти опять же знаковые термины свобода, справедливость, они имеют совершенно разное значение, разные смыслы, разных контекстов, разных исторических периодов, разных обществ, но сейчас они предусматриваются, поэтому мы видим, например, в Лангрии с Брекситом, мы видим, как левые и правые и то, что называли левыми и правыми, нашли очень широкое поле для взаимодействия, для соглашения по какому-то осамполагающему вопросу не только об экономических отношениях, политических отношениях между Британией и Европейским Союзом, но и по вопросам национальной идентичности, то есть это совершенно такие основополагающие моменты, и там очень сильный явный резонанс наимный левых и правых, и они смыкаются через вот этот момент популистский, и то же самое мы видим, кстати, в Германии, почему Меркел с таким большим трудом и после таких кропотливых махинаций и переговора с другими политическими партиями сформировала опять же эту шаблонную, если хотите банальную, большую коалицию, потому что левые и правые они объединены в своем отказе от сотрудничества с этой старой системой, распределения в этом случае благ не столько экономических, сколько политических и институционных. А в какой степени возникновение этой системы связано с определенной эмоциональной провокацией, с тем, что популистские движения так или иначе используют страх и рождают страх? Я очень большой, и что опять же в этом смысле такие политики, как Трамп в Америке или Эдуард в Филиппинах, они их трудно назвать тонкими новатурами, тонко чувствующими, но они очень хорошо воспринимают и выражают вот это отчаяние. Отчаяние, опять повторяю, оно и чисто личностное, и связанное с потерей коллективной идентичности в своих обществах. То есть это эмоции, это чувство уязвленности, ущербности люди, которые сознают, что они проигрывают. И здесь даже не так важно, проигрывают ли они на самом деле или нет, финансовом смысле, в смысле карьерном, они это чувствуют. То есть мир меняется, другим словами, мир такой, как прежде, и им очень бы хотелось этот мир, прежний мир вернуть, это такое слимение к археизации. И в этом смысле, да, консерватизм, как течение, обращенное в прошлое, оно для них, может быть, более сейчас подходит, чем в таких общих чертах, чем социализм, тем более либерализм, потому что политические течения, они обращены в будущее, они связаны с идеей переустройства мира и идеей вот такой эволюции, развернутой в будущее, а консервативность, консерватизм предлагает, обещает возврат к неким ценностям прошлого. и мне кажется, что те политики, которые сумеют копсировать вот эту страсть и этот страх людей, склонных к археизации своей собственной действительности, такие политики будут иметь успех. А те политики, которые будут игнорировать, будут над этим смехаться, как, кстати, в России российская позиция это постоянно делает, но Россия вообще страны в самых разных смыслах, они обязательно проиграют. А вот те политики, которые могут мобилизовать для своих собственных, может быть, рифамистских, может быть, квазилиберальных, может быть, крипто-социалистических идей, вот эти эмоции, ну, тот же самый Берни Франк или даже тот же самый Джереми Корбин, на самом деле не очень глубоко мыслящий и не очень глубоко чувствующий человек, поскольку он член политического старшего, просто сидел слева, а не в центре справа в парламенте, на скамях парламента, но, тем не менее, он как-то тоже даже это чувствует. то есть, это старая история, которую можно, мы видим в ее истоке еще, если хотите, в городской политике Римской Республики, то есть, когда патриции, когда люди власти, они признают и выказывают уважение к негативным эмоциям, не к положительным эмоциям, а именно к негативным эмоциям, к эмоциям трагическим своих клиентов. И когда мы смотрим на Трампа, или на Трамп, у него такое клиентистское, конечно, миросознание, правосознание, или на Владимира Путина, Россия, в той формации, в которой она сейчас существует, это государство клиентистское, то мы увидим, как они хорошо находят способы через свои харизматические высказывания, находят способы признать, высказать уважение к этим отрицательным эмоциям своего электрада, своих сторонников. Они просто выказывают к ним уважение, а уважение к личности и к опыту, личностному опыту, это вроде бы всегда являлось одним из наполагающих принципов именно либерализма. Ни Путина, ни Трампа назвать либералами нельзя. Вот, такие мои соображения. То есть, да, эмоции, рессентимент, это все сейчас играет чрезвычайно в вашу роли, причем это совершенно не беспрецедентно, это происходило в разные моменты кризиса в истории Европы, и России, тех же Балкан, в конце концов, войны за югославское наследство, крышанские войны в Большей Югославии в 90-е годы, они были, мне кажется, выражением именно рессентимента и страха и, соответственно, конечно, и ненависти из самых разных таких базовых отрицательных эмоций. Да, Ричард, скажите, пожалуйста, а в какой степени то, что мы сейчас характеризуем с разных сторон, вообще связано с возникновением других политик идентичности, может быть, пока еще не ориентированных, но в дальнейшем более ориентируемых на память? И если это так, то в какой степени вообще считать, что меняется, собственно, политическое взаимодействие, политическая работа с историческим наследием? Ну, я думаю, что память играет очень большую роль, потому что когда мы говорим, когда я говорю об архаизации политического дискурса, я имею в виду, конечно же, опять поиски каких-то воспоминаний, их люди власти и люди и субъекты власти обнаруживают эти воспоминания, их формулируют или какие-то ценности, и вопрос в том, однако, кто является автором этой памяти, то есть кто пишет эти нарративы, кто помогает субъектам власти и объектам власти, кто помогает им эти нарративы выразить, то есть здесь все-таки присутствует элемент творческий, интеллектуальный, даже академический. Ну, я вам там пример, опять же, с Брекситом, то есть люди, которые проголосовали за Брексит, это были люди, у которых существовало некое воспоминание о некой Англии, в которой большинство из них по чисто биологическим причинам, потому что их тогда не было на свете, не жили. Но откуда они взяли вот эту Англию? Эпохи Пита. Эпохи Пита, да? Ирландия. А именно Англия. Они взяли это из фильмов, из эпических романов, например, Делдерфилда, не знаю, этот писатель известен в России или нет, но он писал такие эпосы о главном образе Уэльсе из Западной Англии, в которой всеми поколениями живут в своем имении, создают какие-то богатства. Там есть иногда иностранцы, но они всегда экзотичны, и они знают, что они иностранцы, и они с этим примиряются и согласны играть роль такого чужого в этой английской студии, их очень мало. И это вот такой субтолстовский, субнациональный, даже, если хотите, региональный эпос в Англии. он осел в умах, в сознании очень многих людей, которые никогда даже Дилдерфио не читали, но у них сохранилось вот это представление о доброй старой Англии. То есть, это память, но эта память, это нарратив, как я сказал, это кино, это книги, это даже какая-то еда, это какие-то гастрономические вкусы. скажем, опять же, в Англии. В Англии, на самом деле, очень мало людей любят английскую национальную кухню всего совершенно понятных гастрономических причин. Национальная кухня английская, это карри и как вы знаете, да. Но, тем не менее, эмоционально люди вот помнят русбиф, хотя, может быть, они уже никогда и не будут есть, потому что североиндийские аналоги более вкусные, более хорошо щипать язык. Ну, у них есть вот эта память, причем, как я сказал, эта память была для них составлена. То же самое политика идентичности в Европе, вот это такой интернационализм консерваторов правых радикалов, что очень интересно, потому что раньше они же были отделены друг от друга именно вот этими национальными барьерами, барьерами религиозными. Но теперь мы видим особенности молодежи, Бельгия, Франция, Германия, смычку благодаря, кстати, в какой-то степени именно глобализации, против которой они так сильно радуют. И они ищут и находят нарративы, истории такой объединенной своей идентичности, будь то исходящей Римской империи или империи Наполеона, или примирения между католиками и протестантами юридического примирения после 30-летней войны в 17 веке. Но вот эта память вырабатывается. То есть я всегда считал, что люди, которые пишут о прошлом, которые его восстанавливают, которые его придумывают, они имеют очень большое влияние, большую власть. И вот мы сейчас это и видим, потому что конечно ни Трамп, ни Путин какими-то глубокими познаниями в истории не располагают это и не их амплуа. Но им предлагают, и они будучи такими харизмеатическими личностями предложены им нарративы, они транслируют в большую часть общества, которое их поддерживает. И вот именно свою харизму они возбуждают в своих последователях вот эти проблески, вот эти проблески памяти, которые могут быть фитологически не совсем верны, но эмоционально очень сильно эффективны. Нет ли здесь такой формулы, нет ли здесь такой формулы, что проигрываем в настоящем мы должны выиграть наше прошлое, потому что проигрывая прошлое, мы проигрываем себя? Да, я согласен, конечно, это вопрос идентичности, то есть каждый человек, каждая семья и далее по этой вертикали коллективных сущностей имеются свою развернутую во времени идентичность, представление о том, что было, что есть и что будет. И, кстати, всегда во все времена те политики, которые умели историю, прошлую, память, патологически верно и неверно, это даже не так важно, задействовать они обретали успех. Ричард, получается интересно, что если популизм может быть и либеральным, и социалистическим, и консервативным, то и память может быть и такой, и другой, и третьей. Есть ли какая-то особая либеральная память, или консервативная память, или есть общий тезаурус, откуда общее такое собрание образов, откуда кто-то берет либеральную, а он берет консервативную, но образы одни и те же. Что больше, общего или различного между этими памятниками? Я вам скажу, больше различного, потому что это всегда четко проявляется, мне кажется, когда мы смотрим на то, как память о государстве является, то есть становится материалом для официального нарратива. Возьмите, например, Францию. Я помню в 1989 году, это было 200-летие французской революции, я был в Париже как раз, наблюдал за полетом дирижабля с какими-то революционными знаками над Елисейскими полями, и тогда мне пришла была эта мысль, потому что я видел эти повозки, там продавали сувениры по всему Парижу 14 июля 80-го года женщины одеты как эти трикоптерс, то есть как они называются по-русски, не ткачихи, но знаменитые женщины, которые сидели у подножия гильотина и вязали, в то время как там рубили головы. женщины одеты под этих зрительниц казни, продавались таких тележек, которые были репликами телег, на которых возили казненных, то есть вернее людей, приговоренных к смерти на казнь, они продавали какие-то сувениры. И все это было настолько коммерческим и, конечно, поверхностным, пластмассовым, в самом буквальном смысле, потому что сувениры были пластмассовые, но это как раз говорило о том, что я тогда подумал, что вот этот нарратив, официальный нарратив французской революции, декларация прав человека и гражданина, штум штум в Бастилии, причем этот штум, как мы все знаем, его на самом деле не было, и это не было в то время уже за стенок, но целый ряд вот этих исторических воспоминаний, которые на самом деле не были воспоминаниями, они муссировались в то время правительством Франца Миттерана, известным, как его называли по-франции Le Florentin Florentisme, но который в этом смысле был вполне в русле целого ряда других французских руководителей. То есть вот этот либеральный нарратив, который получает такое государственное обрамление в виде пластмассовых сувениров, которые продаются этих довольно качественных видов тележек. Я тут кстати добавлю, что либерализм не может быть популистским, мне кажется, а вот консерватизм и социализм безусловно могут. Почему либерализм не может быть популистским? Потому что он основан на идее разумного, интеллектуально обоснованного преобразования общества. То есть там присутствует элемент направленности со стороны некой элиты, интеллектуальной элиты. А правые и левые в смысле социалисты, простите, консерваторы социалисты, они гораздо более конфоренциально чувствуют себя, когда они говорят, что они выражаются эмоцией, опять же, надежды и, конечно, опасения своих сторонников. Вот. Но вот этот либеральный дискурс, кстати, в Америке он тоже, конечно, присутствует. Вся история, например, движения за гражданские права, то, как преподается история создания конституции в американских школах, разный музей и американской революции и гражданская война, они все выражают вот этот центристический и либеральный нарратив, который теперь, однако, уже не так близок, не так сильно действует на умы, как раньше. Почему? Потому что появились другие воспоминания, появились другие эмоции. Поэтому мне кажется, что мы видим, как правое консервативное движение, в первую очередь, что оно наиболее в этом смысле пользуется успехом, будучи ориентированно в прошлое, оно сумело себя представить как группу международную, даже, если хотите, сплощенную, восстановителей несправедливости, и уж тем более не свободы, но памяти. Скажите, пожалуйста, Ричард, скажите, пожалуйста, а вот, в принципе, возможно ли такое движение без харизмата? В этом смысле, может быть, мы поговорим отдельно о Брексите, потому что там таких уж харизматических фигур мы, наверное, не найдем, или вы считаете, что это не так? И память там несколько другая, чем в случае США, потому что это не память верности, не память клятвы, там, что мы клянемся идеалом, отцом-основателем и служим тому же, чему служили Вашингтон и другие, а это другого рода память, это скорее память о некотором благополучии, это, так сказать, shared memory, это не память, не официальная память. Но это воль. Да, да, с вами согласен Саша, а на Ирине Новокрос я скажу так, что нет, мне совершенно не обязательно, чтобы были харизматики, потому что... Не обязательно, ага. Да, да, потому что харизматика это мутация, харизматика мутанта, он исключение, потому что это человек, который в силу каких-то и физиологических, и консистуальных факторов вдруг оказался в таком электрическом, в электрической связи с большим числом своих сторонников. это, если хотите, некая случайность, именно в том смысле, что харизматикам нельзя стать благодаря каким-то пропагандистским, каким-то пиару, какому-то пиару, каким-то пропагандистским ходам. это явление, если хотите, мистическое. Ну вот, если говорить обрекции, то да, конечно, там не было харизматиков ни с той, ни с другой стороны, и что, если хотите, делало аргументацию сторонников из Европейского Союза более убедительными, потому что их нельзя было объединить в том, что они как-то следуют какому-то коллективному бессознательному, которое приводится в волнение некой, некой фигурой, вещающей с трибуны. Это были коллективные комитеты политиков, очень хорошо известных. Там был два-три демагога, но в Англии всегда к демагогам, типа, например, Трампа или Дутерте относились с юмором, потому что они воспринимались как фигуры несколько чужие, даже, если хотите, иностранные. Поэтому Освольд Мослин, например, никогда не мог получить особой поддержки в Англии, поэтому Фараж, который, кстати, является потомком, по-моему, генотов, да, генотов, эмигрирующих в Англию столетия назад, и таким образом для истинного англичанина все равно является иностранцем, о чем он сам не без юмора говорил, он был демагог, но без особой харизмы и большинство его единомышленников это были достаточно бессветные фигуры из консервативной партии, некоторые из лейболистской партии, какие-то теневые личности с плохими прическами, и все. Там было важно то, что они сумели, они просто знали, они были людьми совершенно не глупыми, некоторые, и самое главное, они чувствовали вот этот запрос на архаику, это стремление к открытию вот этой заброшенной, игнорируемой национальной памяти, так чувствовали люди, которые голосовали за Brexit, и вот они сумели мобилизовать достаточно большое количество людей, которые в большой своей части хотели, чтобы их память получила признание, чтобы их воспоминания, и, конечно, их эмоции уже в настоящем, чтобы они были, чтобы их уважали, чтобы им дали право право на открытое существование, и при этом не называли их ксенофобами или провинциалами, потому что одна из причин, почему вот эти радикальные консерваторы, опять же, несколько оксимородных, тем не менее, они так эффективно действуют, потому что они все время говорят людям, которые за них голосуют, которые их поддерживают, что они не снобые, что они, эти люди, они достойны уважения. И я опять призываю вас посмотреть на дискурсы в России, политические дискурсы, то, как оппозиция в России говорит о своих оппонентах. Верно, что их оппоненты тоже отзываются на них подобным образом, но здесь присутствует элемент контр-снобизм. И вот в Англии, да и в Америке тоже этот контр-снобизм в пульском своем взводе сыграл очень большую роль. И, наверное, последний вопрос, Ричард, ну, хорошо, сразу встает вопрос относительно того, как же представлены цели в этих движениях. Ведь, когда вы говорите о том, что эти люди добиваются уважения, то, скорее всего, речь идет не об уважении со стороны чужаков, а о самоуважении. Что же им не хватает в том смысле, что они не могут себя сами уважать? Кто будет их оценивать? Кто будет оценивать те традиции, которые, видимо, в недостаточной степени оценены ими самими, если они призывают к возрождению самого феномена уважения? Да. Вы знаете, здесь, по-моему, этот вопрос очень удачный, Ирина, потому что... Да, простите, это у меня за окном начинается колокольный звон, так что вы не обращайте внимания. Да. У меня церковь напротив. Я на баты никогда внимания не обращаю. Да. Дело в том, что центральный парадокс права радикальных движений состоит в том, что они ищут признание. То есть, если, скажем, социалисты вполне открыто говорят о том, что они хотят старые элиты разрушить, даже если они сами являются какого-то смеселитарными, то права и радикалы, когда они приходят в власть или когда они стремятся к власти, они хотят найти опору, они хотят найти оправдание в среде тех людей, или, в общем случае, той некой группы, некой части правящих элит, которые до этого были им противны. И опять же, посмотрите на то, как Трамп ищет поддержки, когда он ее находит, он, конечно, сильно обижается, но ищет поддержки в среде существующих элит. Я уже упомянул военных, но то же самое можно сказать об экономистах, о юристах, бизнес-мире, и когда он находит какого-то советника или члена кабинета, который даже не обязательно разделяет его воззрение, но который присоединяется к его команде, он почти по-детски радуется. Трамп очень непосредственный и эмоционально открытый обозрением нашему, и поэтому мы это видим четко. Но то же самое происходит, возьмите, например, национальный фронт во Франции и то, как Марию Пен постоянно ищет то есть вот этот переход к респектабельности на самом деле заключается в себе, мне кажется, поиск признания, то есть право-радикалы, они консервативны да, в том смысле, что все-таки у них есть надежда ориентироваться на какой-то сегмент элит, причем сегмент элит уже признанный, уже имеющий власть, каким-то образом уже утвердившийся как часть-часть вот этого истаршинга, они все время ищут такого подтверждения. это необязательно верно в отношении более низовых, более массовых компонентов консервативного движения, потому что молодежь, люди, которые очень-очень эмоционально настроены, которые действительно ищут и находят какую-то свою память, они антилитарные, антиснобы, они имнут радикалы, но их руководители они пытаются доказать, что часть элиты все-таки на их стороне это такой, мне кажется, парадокс права радикальных, права консервативных движений. Ну вот, Саша, ты сейчас должен закончить в нашем консервативном стиле, пожалуйста. Да, ну, консерватизм продолжает находить себя, консерватизм по-видимости не, просто не сдается, а торопится объявить себя победителем, более того, нынешние консерваторы, будучи и популистами, и снобами, объявляют, какие они не популисты и не снобы, один вопрос у нас остается, а чувствуют ли они сами противоречие своей позиции, тревожатся ли они, или наоборот, они знают, что будут побеждать еще сравнительно долгое историческое время. У меня другой вопрос, Саш, ты знаешь, и Ричард, все-таки, каким образом люди, которые пытаются отразить уникальность собственной страны, создают клоны других движений, клоны движений в других странах, это же очень интересный вопрос, не так ли? Именно я по сути об этом и говорил, о том, что те, кто хотят считать себя победителями, они исходят из того, что побеждать они будут еще очень долго во всех странах одинаковыми методами, утверждая своеобразие, в этом не будет чего все своеобразное. Спасибо, Ричард, это очень продуктивный разговор. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Вам спасибо тоже. Да, всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо, Ричард. Спасибо огромное. Спасибо.